Здравствуйте, меня зовут Наталья Тремясова, я специалист отдела ОКН Нижнедагильского музея-заповедника Горно-Заводской Урал. Сегодня мы продолжим разговор об объектах культурного наследия нашего города и рассмотрим дома под номерами 468, расположенные по улице Ильича в Дзержинском районе нашего города. Итак, застройка соцгорода началась в 1931 году совместно со строительством вагоностроительного завода. Первые дома были построены в период с 1935 по 1940 годы. Одним из первых был построен дом под номером 2 по улице Ильича, о котором мы уже говорили, так называемый дом дирекции. Затем были построены дома под номером 46810. Они были четырехэтажные, в плане имели Г-образную форму. Квартиры в этих домах предназначались для рабочих Уралвагонзавода. Эти здания имеют предельную лаконичность фасадов и скромный облик. Основными средствами выразительности являются отдельные конструктивные элементы. Декор выделен белым цветом. От дома номер 4 до дома номер 10 установлена ограда из кирпичных столбиков, соединенных металлической решеткой. Все четыре дома имеют в плане Г-образную форму. Линии зданий просты, но в этой простоте есть своя прелесть. Дома не кажутся скучными. Динамику им придает угловой объем, длинные балконы, различные виды окон, лоджии и короткие балконы на две квартиры, которые разделены перегородкой. Северные торцовые фасады направлены на улицу Ильича. На плоскости фасадов расположены равномерные ряды окон, сгруппированные по вертикали. Под простым карнизом с редкими сухариками обозначены два квадратных окна с прямоугольными наличниками. На восточном торце расположены сдвоенные балконы. Ограждение балконов оформлено прямоугольными филенками, по каждой из которых есть щелевидные отверстия для отвода атмосферных осадков. Изначально балконы не были застеклены, как мы видим их в настоящее время. Восточные дворовые фасады имеют четкое деление за счет группировки оконных проемов. В межподъездном пространстве расположены по четыре штуки окон и по два оконных проема по краям фасада. Каждая пара крайних окон имеет объединенную подоконную доску. Входные группы обозначены вертикальным ленточным остеклением и железобетонными козырьками. Плоскость западных фасадов формирует четкий ритм оконных проемов, которые имеют различный декор. Есть пары окон, которые имеют обрамление простыми наличниками и общую подоконную доску. Квадратные окна второго этажа декорированы наличниками с четырех сторон. Есть окна с растекловкой на шесть частей. Под карнизом расположены квадратные окна с простыми наличниками. Верх карниза оформлен разного размера сухариками. Квартиры в домах были одно-, двух-, трех-, четырехкомнатные. В каждой квартире имелась своя кухня, ванная, уборная. Для отопления помещений были предусмотрены печи и камины. Вспомним, что главной особенностью соцгорода было обобществление быта. Поэтому на первых этажах зданий располагались помещения общественного назначения. Так, на первом этаже дома номер четыре располагались два зала для рукоделия. Игровая, пионерская и подсобные помещения. Мастерская по ремонту обуви и радиоузел. Поэтому со стороны западного фасада, именно в этом доме, имелось два выхода во двор. В подвале дома номер шесть размещались помещения для хранения дров. Часть помещений первого этажа занимала фотоателье. Дома по улице Ильича, о которых мы сегодня говорили, в том числе и дом номер два, выполнены в стиле конструктивизм. Они образуют собой комплекс домов, которым присвоен статус, объект культурного наследия регионального назначения. Этот комплекс является ансамблем и внесен в соответствующий реестр, с которым при желании можно ознакомиться на сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. На этом у меня все. Если было интересно, подписывайтесь на наш канал. Всего доброго, до новых встреч!